Теперь несколько этапов доказательств. Первый этап такой. Я докажу, что можно добиться, чтобы все вершины на самом деле были одной и той же. Давайте, кстати, узнаем на этой картинке вершины, они одинаковые или нет. Как это делать? Представьте себе, я ставлю сюда точку А. Это начало ребра А. Хорошо. Теперь, значит, я ее сюда ставлю. Это А и здесь А. Это конец Е. Значит, я ставлю эту точку сюда. Замечательно. Теперь, это начало Ф. Значит, я сюда пишу точку А. Это начало Е. Это начало Е. Поэтому я пишу сюда. Это конец Ф. Поэтому я пишу сюда. Это конец Д. Поэтому я пишу сюда. А теперь смотрите, Д с чертой Д, это то же самое, что округло СВ. Здесь у меня получилось, что есть вот одна такая точка, которая не точка А. Но это, что называется, особый случай, я могу представить себе следующее. Смотрите, я беру этот треугольник и нажимаю вот отсюда пальцем. И медленно, медленно, я всю эту картинку вдавливаю. И что тогда получается? Можно продеформировать эту картинку так, чтобы этот треугольник вдается внутрь. И тогда получится следующее. Здесь будет Д, а здесь будет тот самый Д с чертой. Я могу уже это стирать. Я могу уже это стирать. И смотрите, что мы теперь делаем. Мы соображаем, что у нас вот эти склеены. А если эти склеены, то фактически в этом месте вот это одна и та же точка. Это одна и та же точка А, у меня уже отмечены. И этот шов можно просто еще себе так вот делаем. А до этого поверхность не меняется технологически. У нас эти склеены, ничего здесь-то нет. У нас есть только поверхность и рецепт того, как склеены точки на краях. Это, кстати, общая мысль. Всегда, когда у вас есть любое слово, в нем подряд идущие буквы вот такие. Здесь некоторые слова В, здесь некоторые слова В. То это то же самое, что просто слова В. То есть мы вычеркиваем х и х в минус первой степени, и ровно этот прием всегда срабатывает. Так, так я все-таки не закончил мысль. Что было бы, если бы по-настоящему точек оказалось бы не одна? Вот этот прием очень-то не сработал. А точек на границе оказалось бы два типа или больше. Представим себе, что у нас есть некоторое многоугольник. На границе этого многоугольника есть некое отличие. И это две разные вершины. Понятно, да? То есть при помощи наших операций эти вершины... Вот я смотрел-смотрел, и получается, что они разные. Замечательно. Вот у нас есть некоторое... У нас есть некоторое... Господа, можем ли мы сейчас каким-то способом добиться, чтобы на границе нашего угольника количество точек не изменилось бы, но при этом точек А стало бы больше, чем мы. Как вы считаете? Следующая за буквы Б какая-то буквы. Мы не знаем, какая она. Может быть, это А, может быть, Б, может быть, еще какая-нибудь. Но она есть. И в многоугольнике, собственно говоря, есть следующий отрезок. Так? Замечательно. Давайте его обозначим... Так вот, где-то есть такой же отрезок, как это самое Б маленькое. Где-то у нас есть такой же отрезок, как Б маленькое. Да, кстати, всем понятно, почему я могу считать, что Б не равно А? Или нет? Значит, это проективно... Если бы Б и А это было одно и то же, то в таком случае у нас склеивалось бы, и значит, точка Б была бы точкой А. Почему я понимаю, что Б это не А с чертой? Потому что А и А с чертой мы уже объяснили, можно просто вычеркивать. Значит, вот этот отрезок, он по-настоящему другой, чем А. Замечательно. Где-то он выяснил. Он может быть Б, может быть это Б с чертой, но в любом случае мы можем действительно вот этот треугольник взять, отрезать и приклеить сюда. Что при этом получится? Вот эта точка Б приклеится или сюда, или сюда. Правильно? Замечательно. Ну, то есть, этот отрезок БС приклеится или так, или так. В любом случае у нас здесь возьмуты новая точка А, а буква Б станет на одну меньше. Победа. Так, давайте поймем, сейчас на каком этапе мы находимся. Мы уже объяснили, что Х с чертой можно в любом случае убирать. Сейчас при помощи вот таких операций, мы добьемся того, что все крышины это будет на самом деле одна и та же пуха. Так? Так. Хорошо.